Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», 7 том, вопрос 1853. Можно ли брать примеры мужественных поступков святых, когда они не потворствовали слабости монархов, но обличали их? А то в России ни один из канонизированных святых не обличал царей. Только митрополит Филипп и тот тогда только, когда уже морями кровь лилась от тирана-правителя. Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Очень мало таких было. И тот тогда, когда дело касалось ереси. Притчи, 28 глава, 1 стих. Нечтивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Феодор Студит, 11 ноября, кавычки открыты. В то время царь Константин, сын благочестивой царицы Ирины, пришедший в возраст, устранил от царского престола свою мать и сам стал управлять царством. Будучи молод и развращен, он предался излишне в страстях и любодейству. Впоследствии сего он задумал прогнать свою супругу Марию и силу заставил ее постричься в иночество. Вместо нее он взял себе другую жену по имени Феодотию, которая приходилась родственницей его отцу. Святейший же патриарх Тарасий не одобрял всего прелюбодеяния царя и не хотел благословить их брак. Но один пресвитер по имени Иосиф, который был экономом в Великой Церкви, нарушив божественные законы и ослушавший патриарха, согласился совершить над ними таинство брака. За сию преступную дерзость, как о том покажет последующая речь, он вскоре после того воспринял достодолжное возмездие. Патриарх всячески старался расторгнуть сей прелюбодеянный царский брак, но не мог, потому что царь грозился вновь воздвигнуть иконоборческую ересь, если ему запретят этот брак. Посему патриарх предоставил царю оставаться в его брачном союзе, дабы не постигла Христову Церковь сильнейшее зло. Сей беззаконие начавшееся с царского чертога распространилось повсюду, не только в ближайших городах, но и в далеких пределах. Также стали поступать князья и вельможи, живущие при Босфоре и среди готов, и правители прочих областей, прогоняя от себя своих жен и по принуждению постригая их виночество, а вместо них избирая себе других и прорубодействуя с ними. Услышав о себе, блаженный Феодор скорбил душою, и чашка воздыхал о таковых, явно в соделываемых грехах, опасаясь, дабы сие прорубодействие не стало обычаем, беззаконие не стало бы впоследствии на место закона, и закон Божий не был бы разрушен. Кавычки закрыты. Царь хотел бы иметь в соратника такого непоколебимого. Кавычки открыты. Тогда царь изобрел другое средство. Он предпринял кабы по некоторой необходимости, а в действительности же для того, чтобы побеседовать с Феодором и склонить его на свою сторону. В путешествии в ту местность, где жил преподобный, царь предполагал, что Феодор с братьев встретит его и воздаст подобающую честь ему. Когда царь проходил мимо монастыря того, ни преподобный, ни один из братьев его монастыря не вышел к нему навстречу. Но запервшись, они пребывали в молчании. Когда же царские слуги стали стучаться в ворота, никто не дал ответа. Кавычки закрыты. Мартин Милостивый, 12 октября, кавычки открыты. Однажды, когда авиацион снова посетил город Тур, святой вошел к нему в комнату и молча упорно смотрел на него. «Зачем ты так упорно смотришь на меня, святой человек?» спросил авиацион. «Я смотрю не на тебя, отвечал Мартин, а на омерзительного демона, который сидит у тебя на шее. Кавычки закрыты. Единство жаждем во Христе мы, насколько в нас хватает сил. Но мы решительно не с теми, кто в богоборческой системе свою присягу приносил. Не будем вместе мы, покуда, как из вас не выйдет навсегда, как из болящего простуда, и к православию отстуда, что длится долгие года. Вы и в измене постоянства до сей поры не обрели, шутя легко от сергианства, с оттенков ереси и чванства к экономизму перешли. «Но все ж, к единству есть дорога, где непременно быть должны, с глубокой вашей верой в Бога, неукоснительно и строго условия соблюдены. Впредь сергианских деклараций не чтить, как в прошлые года, не допускать под плеск оваций и шелест грязных ассигнаций, и коммунизма никогда. Тогда мы в ложе православия займем позиции одни, без слова блудей и тщеславия, и нам Господь отпустит здравие на созидательные дни». 02.12.03. Рогов В. Барнаул